Поиск оставшихся в живых боевиков ведется как группами зачистки, так и наблюдателями. Снайпер, снайпер, боевики идут. Снайпер, боевики идут. Снайпер, боевики идут. Снайпер, боевики идут. Разведчики продолжают поиск задающихся боевиков. Вместе с ними и наш репортер. Снайпер, боевики идут. Снайпер, боевики идут. Еще одна снайперская группа никак не может успокоиться и мешает свободному передвижению. Для ее успокоения вперед уходит штурмовая группа. Передвижение бойцов прикрывает броня и огонь БМП. Снайпер, боевики идут. Снайпер, боевики идут. Снайпер, боевики идут. После зачистки идем осматривать местность. Только что был обнаружен этот туннель бойцами сирийской арабской армии. Протяженность его сейчас обследована где-то на 500 метров. Дальше что неизвестно. Туда продвигаются саперы, потому что все может быть заменим. Вы видите, что шириной этот туннель 4 метра и высоту достигает 5 метров. Оборудован системами вентиляции и электричества. Поэтому туннель могла перемещаться не только людская сила, но и свободная техника. Я думаю, что здесь спокойно пройдет БМП. При желании, я думаю, и так.